Добрый день, дорогие друзья! Знаете, я часто сталкиваюсь с тем, что при выборе спутника жизни люди часто кидаются на внешность, забывая, что нужно посмотреть на суть человека, на его душу и сердце. И после этого бывает очень много несчастных браков. Я вот сама с этим часто сталкиваюсь среди своих подруг и друзей. И мне кажется, что в связи с этим очень уместно рассказать притчу о двух кувшинах. У одного человека было два кувшина, в которых он хранил воду. И стал наш человек замечать, что в одном кувшине вода очень долго остается вкусной, прохладной, свежей, а в другом начинает быстро портиться и какой-то, знаете, приобретать мутный вид и неприятный запах. Что такое, подумал человек, вроде стоят кувшины в одном и том же месте, значит, дело не в хранении. Глина была из одного места собрана, делал кувшины один и тот же мастер, значит, дело не в руках, не в материале. Но в чём же тогда? Присмотрелся человек и видит, что один кувшин, в котором вода быстро портилась, был внешне очень красивый, с различными украшениями глиняными и покрыт сверху лаком, и вода в нём не дышала. А кувшин, как он попроще, он был пористый, и поэтому вода испарялась и долго сохранялась, прохладной, свежей. Тогда человек вылил воду из красивого кувшина, поставил в углу и любовался им. А пил-то воду из кувшина попроще. И все друзья, которые к нему приходили, первое, что делали, любовались красотой кувшина. Но как только они подходили испить воды из простого кувшина, они забывали красивого. И говорили, какая вкусная вода в твоём этом кувшине, как она освежает. И удивительно, она даже мозг прочищает. Вот так и с людьми. Часто мы любуемся красотой, но о мудрости, о доброту, сердечность черпаем-то от душевного и более простого человека. Притча о двух кувшинах, да, действительно, она много говорит внимательному слушателю, особенно 21-го столетия. Посмотрите, сегодня люди просто с ума посходили. Каждый пытается создать в себе образ, имидж. И редкая юная особа, столичная девушка не избегает соблазна превратить себя в какую-то глянцевую куклу. Мужчины настолько простодушны, они легко соблазняются внешней миловидностью черт, иногда откровенно чувственных и даже агрессивных, и проходят равнодушно мимо той души, которая, избегая искусственных прикрас, а сегодня речь уже идет не о прикрасах, а о чудовищном, безбожном, патологическом искажении собственной внешности. Мужчины, заглядываясь на раскрашенных галок, действительно, по ограниченности, глупости, нравственной неразвитости, очень часто, словно ежики в тумане, не видят тех, у которых глаза – зеркало души, скромный, милый, верный, трудолюбивый, любящий, романтически настроенный, но и вместе трезво мыслящий. Конец притчи противопоставляет умного и красивого. Это достаточно оригинально, однако я бы несколько подкорректировал эту притчу, ведь красота – Божий дар, сам по себе взятый. Бог наш не только совершенен и свят, но и прекрасен. Важно, чтобы красота, как у Елизаветы Федоровны, сестры последней императрицы, была отражением внутренней доброты, внутреннего изящества. Важно, чтобы красота была одуховлена, чтобы сердце, богатое верой, надеждой и любовью, таким образом, как некий светильник, освещала и озаряла изнутри правильные черты лица. В притче говорится об умном, в противоположении бездушному красавцу. А я бы, наверное, сказал не столько об умном, сколько о добром, потому что умников сейчас много, но людей, согретых теплотой и любви, людей, которые могли бы чувствовать человеческую душу, сочувствовать ей, днем с огнем не сыскать. Дай Бог, дорогие друзья, нам собирать по крупицам эти качества ума и доброты, а все-таки не забудем Александра Сергеевича Пушкина. Помните, быть можно дельным человеком, заботясь о красе ногтей. Да и Антон Павлович Чехова с его гимном о человеке, в котором все должно быть прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok